Хочешь узнать стоит ли покупать китайский феникс? Тогда ставь лайк, подписывайся на канал и погнали! Привет! Ты на канале Тим Витыч. Сегодня у нас сравнение двух фениксов. Один оригинал от Такара Томми и один поделка от фирмы ТД. Привет, друзья! А также мы их сразим с одним из самых сильных беев Фафниром Ф-4. Фирма ТД выпускает самые дешевые бейблейды и многие думают, а какая разница? И действительно, зачем платить больше? Ведь вместо одного Такара Томми можно купить прям 5 таких бейблейдов. У меня нет 10 таких бейблейдов. Тимофей, чтобы ответить на твой вопрос, нам надо сыграть в одну детскую игру. А в какую? Найди отличие. Ух ты! Начнем с коробок. По-моему, они вообще одинаковые. Даже отличий не найти. Действительно, Тимофей, коробки практически одинаковые. Но мне кажется, что коробка это не показатель, а то, что внутри. Давай сравнивать. Вот так выглядит оригинальный набор. А теперь посмотрим, что нам положили китайцы. У них что, красная краска закончилась? Ребята, ну это же совсем не то. Ну вот, что я тебе говорила. Ну давай смотреть дальше, какое нас еще разочарование ждет. Черная! А где же птичка Феникс? Какой-то черный бублик. Ой, Тим, может они хоть по длине одинаковые? Нет, черная короче. Опять нежданчик. А вот и китайский Феникс. Тимофей, смотри. Визуально они совершенно одинаковые. Может ты и прав, может не надо платить больше? Энергетический слой у них одинаковый. Действительно, вот совсем не отличишь. Оу-оу, а вот тут отличия. Этот под номером 10, а этот под номером 12. Хм, странно. Фирма ТД что, не знает, что под номером 12 это диск от Волтрека В4 и, по-моему, саламандры. И драйверы у них разные. Действительно, хотя сам наконечник одинаковый. Но здесь черный, а здесь белый. И нету вот этой вот прослоечки красной. Хм. Может ты придираешься к китайскому Фениксу? Вдруг он тебя в бою хорошо поведет. Ну тогда давай арену и фаофнира Ф4. Сейчас мы сравним фаофнира и оригинального Феникса. Ты кем играешь? Я фаофнира. Три, два, один, вперед! Два соперника, которые могут посоревноваться друг с другом наравне. Серьезная. Да, серьезная битва сейчас будет. Так, небольшие атаки. Ага, от Феникса. И, кстати, смотри, фаофнир виляют. Да, да, да. Ничего себе! Я оба на центре бою летят на этой ничьке. Ничья! Вот что значит сильные соперники. Тимофей, ну что, продолжаем оригинальными или все-таки протестируем компанию ТД? Давай ТД. Угу. Три, два, один, вперед! Ну что, у нас здесь летаем. Небольшие атаки от Феникса. Можно его немного выталкивать. Да, выталкивать с центра его. И смотрим, чем все это закончится. Слушай, ну, подделка подделкой. Ну ты посмотри, почти. Они, по-моему, вообще одинаково только что остановились. Хм, хорошая подделка. А 28 Феникса против Феникса. Ну что ж, неплохая идея. Давай. Ну что ж, поехали. Раунд первый. Три, два, один, вперед! У меня от фирмы ТД. Вот он. Да, вот он. Посмотрим. Ух ты, они сбросили обоим эту. И Китай сдался первее. Да, вот это вот мое, а вот это твой. Теперь главное не перепутать. Раунд второй. Три, два, один, вперед! А вот это твой. А мой вот побежал. Мой в центре. А фирма ТД ходит кругами. Сейчас вот атака небольшая. Смотри, мой атакует. А что наоборот. Вот мой. Это чей скинул? Твой. Мой скинул, но остановились они вместе. Да. Ничего себе! Два, один ведет такара Томи. Три, два, один. Ширем! Это мой сбросил? Да. Сейчас посмотрим. Не трогай. Как Китай себя поведет. Посмотрим. Ей, Китай сбросил. Не трогай. Китайский феникс показал неплохой результат. Но детали у него не те. Да, вот такая сборная солянка. И в Ультра Эквио 4 там есть. И наконечник немного не такой. Ну, хотя в бою ты посмотри. Держался так, как надо. А как ты считаешь? Стоит ли покупать только оригинальные Вейблейли? Или подделка тоже сойдет? Напиши мне в комментариях. Подписывайся на канал Тим Витович. И пока-пока.